Вплоть до BIM Level 2, может быть, заодно ты аудитории расскажешь про это, только не очень долго. Спасибо. Ну, во-первых, большой плюс, что появилась определенность последних нескольких месяцев, что такое ТИМ. И мы все поняли, что ТИМ — это BIM Level 1 начальный, да, с хорошей XML-схемой все успокоились, и многие вещи встали на свои места. Да. Умер ли BIM? Абсолютно не умер. То есть он продолжает жить, потому что он развивался независимо от того, как государство стимулировало, либо нет, его развитие. Потому что в первую очередь технология информационного моделирования, она родилась и начала развиваться у коммерческого заказчика. То есть со стороны государства психологическая помощь началась где-то, наверное, в 2012 году, а BIM в Российской Федерации, он начал развиваться, по-моему, с 2005-2006 года, как минимум. Потому что я нашел старый, древний сертификат свой, обучение Revit, там, по-моему, 8.1, и это был 2005 год. И 2008 год. Первый серьезный крупный проект у наших заказчиков — это КБ ВИПС, а вторая сцена Мариинского театра. То есть тогда уже еще не было 64-битных компьютеров, были только 32-битные, и они архитектурный и конструктивный раздел в совместной работе разработали. Но их нужда, наверное, бросила в сторону BIM, потому что без цифровой информационной модели они просто бы так быстро и оперативно в проект не погрузились. Потому что там сложная, скажем так, история была у этого проекта. И если бы смотреть на историю развития BIM на территории Российской Федерации, я бы выделил несколько этапов. Первый этап — это сектанство и вера, наверное, я бы так назвал. Это когда мы ходили к проектным организациям и говорили, верите ли вы в BIM. Потому что КБ ВИПС нам эту веру дал, и мы поняли, что это действительно может принести эффект. Проектные организации говорили спасибо, у нас все хорошо, у нас главная задача, наш KPI — получение положительного заключения экспертизы, оно как бы достигается совершенно другими вещами. Потом, наверное, вспышка сверхновой. Что случилось? Три заказчика в Петербурге начали требовать от проектных организаций предоставления цифровой информационной модели. Значит, это Саша Бойцов, он тогда еще работал в UIT. В задание на проектирование включили цифровые информационные модели. Потом Ленспитсму, группа компании «Талон», которая сейчас. В техническое задание включили требования к цифровой информационной модели. И еще СПБ «Реновация» того времени, которая, можно сказать, прорубила окно в Европу. Все участники сейчас члены клуба «Бимлидеров». Вот все, кого ты сейчас перечислил. Ну, да. Мы же еще, Настя, являемся поставщиками «Бимлидеров». Тут у нас вот сидят определенные персонажи, которые работали в свое время и в Петростройсистеме, и в ПСС. Вот. Значит, после вспышки сверхновой, наверное, период хайпа начался. Потому что проектные организации еще не знают, что такое «Бим». Но у всех на сайтах появилось «Мы уже там выполняем все в «Бимах». Все нормально, все отлично. Приходите к нам». И это, наверное, длилось в течение 4-5 лет. При этом спасибо огромное клубу «Бимлидеров» и «Автодех» за вот такую информационную поддержку, работу с вузами. Потому что за эти 5 лет формировалась критическая масса. То есть люди были заинтересованы в технологии, они тратили, инвестировали в нее, тратили силы. И вот за эти, наверное, 5 лет использование, по крайней мере, цифровых информационных моделей на этапе проектирования стало более-менее нормой. То есть сначала архитекторы-реконструкторы стадии «П», потом подтянулись инженеры, потом пошла совместная работа. И во многих, ну, конечно, в крупных проектных организациях использование совместной разработки проекта с применением «Бим-технологий» стало нормой. И это, наверное, до 2017 года. А потом вообще классная штука пошла. Начали рождаться экосистемы. Я вот, наверное, так бы назвал. Когда не просто мы требуем проект и выпуск рабочей документации из цифровой информационной модели, а заказчики научились использовать информацию. То есть они настолько уже погрузились в содержимое, настолько усилили свои требования. Сейчас ты про какой год говоришь уже? Это сейчас? Это 18-20-й, да. То есть пример Бунава. То есть у них, получается, очень глубокие требования к цифровой модели были. И сейчас есть, пока не есть. И эту модель они использовали и для сайта, для загрузки в CRM. У них там модуль отделки. То есть модель вот расчекрыживалась на составляющей. Уже интересантами этой информации были не просто там служба технического заказчика, которая передает там рабочеку в производство работ, а действительно многие службы и участники процесса. И вот таких компаний стало появляться все больше и больше. Вот, допустим, пример Брусника, который на уже платформе облачных сервисов выстроил свою экосистему. А если про будущее, Костя, вот, ну, я не знаю, дошли ли все участники нашей сегодняшней сессии или те, кто будут нас смотреть в онлайне до состояния экосистемы, как ты описываешь. А если вот сейчас следующий шаг, как ты его видишь? Следующий шаг. Сейчас мы находимся на развилке. То есть сейчас главная сложность не в том, что там BIM как-то будет развиваться, а сложность с технологическими некими ограничениями. Потому что те, кто выстраивал экосистемы, сейчас получают ограниченный доступ к инструментам, которые есть. Кто-то вопрос этот решил. То есть кто-то двигается дальше. Это в основном коммерческие, гражданские заказчики, которые настолько уже выстроили свою экосистему с теми инструментами, которые есть. Они просто не могут ее сломать. Если они сломают, у них все рухнет. Поэтому кто-то уже съездил в Казахстан. У кого-то оказался, у кого-то на Кипре заначка оказалась. В общем, решают как могут. И на мой взгляд, то есть часть компаний будет продолжать развивать технологии в том тренде, который они есть. Часть компаний сейчас ищут альтернативы. То есть те компании, которые, скажем, все могут это позволить. То есть у них не так сильно развилась зависимость от тех инструментов, которые есть. Они сейчас остановятся. Возможно, начнутся какая-то новая ветка. Потому что сущность с нашими инструментами мне очень напоминает 2009 год. Когда сырые зарубежные программные продукты были, все говорили, что в этом невозможно работать. Но как они заработали? Потому что люди взяли себя в руки, заставили. И там 4 года при помощи костылей. То есть там просто травмпункт был в каждой проектной организации. И там как-то делали. Сбим травмпункт. Да. С теми инструментами, которые есть, пытались там всеми силами достигнуть какого-то результата. Чтобы палочку нарисовать, нужно было 58 семей сделать. Там 8 скриптов. Скопировать сюда-сюда. Сбегать сюда. Сидит божитель на пятом этаже, который тебе расскажет, как это сделать. То есть это как процесс внутренних изменений. Это переходит на новый уровень. Он требует энергии. И сейчас, собственно, мне кажется, сложность заключается в том, что все часть энергии уже потратили, перешли. И он говорит, так, ребят, вам нужно еще примерно столько же потратить, чтобы перейти на тот же самый уровень. Возможно. И вот это является неким стопорящим фактором. Да. Вот фантомные боли, которые еще все вспоминают. Там последних 10 лет. Они как бы еще в памяти есть. Поэтому рынок сейчас вот осторожно говорит, что опять. Очень хорошая точка для того, чтобы передать дальше.